Вот и сами улыбайся. Сегодня 2 марта. Это первый день фасты и это первый день Эммы. Эммочка, скажите, не скажите. Улыбайся. Новорожденная. Как чувствует себя 25 лет? Да, четыре раза по 25. Улыбайся. Вероника, представьте нам. Я себя чувствую великолепно. Потому что сегодня у меня еще не 20 лет. А когда будешь больше 5, то... А, ну все, продолжаем. Мы ожидаем все. Хороший хвост. Пожарим. 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 Да. Я извиняюсь уже, что вы разныеthood. Пожарим чуть-чуть громче. Чуть-чуть громче. Чтобы выразились лично. Такое место вы... Мы сегодня празднуем день рождения Эммы, с которой мы пыляем с Нитома так много лет, что страшно произнести. Вот за все эти годы, если от каждого года сказать что-то хорошее, то можно и книгу написать. Сколько хорошего хочется ей пожелать. Ну, первым делом, я бы хотела пожелать ей, чтобы она еще много лет была такой активной в нашей кахайской семье, такой она была до сих. А значит, для этого нужно немножечко приложить усилия, чтобы укрепить здоровье. Поэтому придется, Эмма, пожелать тебе крепкого здоровья. Спасибо. Очень хочется почаще видеть тебя вот в таком кругу и в большем, конечно. Сегодня здесь не один класс, но хочется видеть тебя в нашем центре. Ну, пока все, а потом еще можно больше. Поговорим, что еще не больше. Эмма, вы не скажете. Ну, могу сказать, я Эмму тоже знаю, наверное, больше десяти лет. Но я уже в цехе называю месячем. Месячем 25-месячем можно. Месячем 25-месяч можно. Ну что, тоже в каждом году. Тоже столько телефонных звонков приятно было. Столько воспоминаний, сколько вместе мы с ней прошли. Домный путь, пусть и всевозможный. Конечно, чтобы было очень приятное общение было. И, конечно, хочется, чтобы еще долго она, так сказать, на коне была. Она, так сказать, на коне была. Она, так сказать, молодец, надо раздавать. Эмма, корень, дерево, на кое мы цветем. Вы помните ту разницу между нас, что с новой весной весной народится. А если корень и сушится, не будет дерева, не нас. Пусть корень и слива. Друзья, давайте каждое место. Можно я, скажем. Я тоже хочу сказать. Я хочу сказать, что Эммочка – это редкий человек. Хочу... Кто? Кто там? Повторю еще раз. Эммочка, Эммочка. И вот как рыба, поскольку она плывет по течению. В общем-то, Эмма, мне кажется, что вы мало приспособлены к вот этой вот жестокой жизни. Я не знаю, вы воздушные знакомы. Мне кажется, что очень. Ну, рыба же не воздушная. Нет, это в зависимости от года. Но вот мне кажется, что вы, я не знаю, может, вопреки всем нормам, вы все-таки вот воздушная. То есть вы парите, вы мало вот... На земле. Зацикленный, да. На всем земном. Эмма. И вот Володя одушенна. Милая, я одна из тех точек, в которую ты попала. Ко мне присоединяются еще три точки, которые дома. Мы тебя очень любим. Три точки. Живи долго во здравии, радуй нас. Мы всегда будем такими же для тебя, какими старались быть, потому что вас столько раз больше получали в ответ. А может быть, первоначально от тебя получали. Спасибо. Всего хорошего. А вот я нашла, вспомнила вот определение. Что-то мне вот так... Вот она полна неистребимой любви к людям. Мне кажется... Ласкость твоя, это удивление всех. Я желаю тебе, чтобы ты была такой чистой, как он состоит. Чтобы тебя любили все. Любовью, заботой, вниманием, каким-то, но необычным. И до сегодняшнего дня я ощущаю твою любовь и твое внимание. И хочу вас всегда подняться. Сама критика, сама критика. Да, я критику уважаю. Уважаю меня критика. Это моя... Тем не менее, в общем-то, я стояла где-то у истоков основания нашей общины. Я могу сказать одно, что если бы не Эмма, неизвестно, была бы она еще община у нас или нет. Потому что она практически началась с ней. Браво. Очень хорошо. Эмма умела истреплять свою любовь. И умеет. И умеет. И умеет. И вот и сегодня. И конец, сегодня ем пирожное. Вот его после риса. Я не хочу попробовать. Боря, записи, что ему ели дать. Истула? Это самое вкусное. А чай как вкусит? Евгения, я вас всех люблю.